Музыка Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! После однодневного перерыва в Мадриде продолжился турнир претендентов. Сегодня на нем игрались партии четвертого тура. Ну а перед тем, как приступить к рассказу о наиболее интересных событиях, напомню, каким было положение после третьего тура. Итак, лидировали двое. Ян Непомнящий и Фабиана Круана набрали по два очка. По плюс одному, одержав победу в первом туре, ну а затем дважды сыграв в ничью. По пятам за ними следовала группа из четырех участников. А именно, она состояла из Хихара Накамуры, Яна Кшиштовудуда, Лерезе Феруджи и Рихарда Рапота. Ну и разумеется, в такой спортивной ситуации первоочередное внимание было приковано к поединкам лидеров. А именно, Яна Непомнящего и Фабиана Круана. При этом Ян играл с Лерезе Феруджой. Шахматистом чрезвычайно интересным. Даже его вот после целого ряда успехов, которых добился этот молодой экс-иранец, который уже сравнительно давно выступает французским флагом. Так вот, складывалось впечатление тогда, что Адерезе Феруджа продолжит свое такое триумфальное шествие, начатое на большой швейцарский Фиде, выиграв которую он попал, опять же, триумфально в турнир претендентов, а затем, блистательно возглавив сборную команды Франции на командном чемпионате Европы, позволил ей, сборной команде Франции, поделить первое место, но уступить все-таки подоплодным показателям команде Украины, которая стала чемпионом Европы. Ну, а что касается Фабиана Круана, то он встречался с Дином Леженем, также шахматистом, привлекающим к себе большое внимание, потому что Дин Лежень, как-никак, рейтинг фаворит этого турнира. Он единственный из участников, имеет сейчас рейтинг свыше 2800. Ну, а Фабиана Круана не нуждается в каких-либо дополнительных рекомендациях, поскольку, ну, долгое время он был вторым по рейтингу шахматистом мира. Он сыграл манч с Магнусом Карсеном, сыграл в ничью, в основное время ничем абсолютно не уступая чемпиону мира. Ну и вообще, так сказать, казалось, вот, например, перед началом предыдущего Екатеринбургского турнира претендентов, что это главный фаворит соревнования. Ну, однако, в общем, не очень ему заладилась игра. И хотя после годового перерыва тогда он в первом туре, обыграв Максима Вашьерограва, вроде бы включился в борьбу за победу в этом турнире, но, ну, в общем, судьба распределилась иначе. И победил тогда Ян Непомнящий, а второе место занял таки все-таки Максим Вашьерограв. Однако хватит уже, так сказать, отвлеченных рассуждений, и давайте приступим к сегодняшним партиям. А более конкретно начну с партии между Яном Непомнящим и Алиризой Фируджой. Еще раз повторюсь, партии очень любопытны по ряду причин. И вот первый ход Яна Непомнящего это Е2-Е4, ход которого, я думаю, большинство шахматистов от него ожидало. Алиризой Фируджой чем отличается? С одной стороны, конечно, это блистательный шахматист по своему потенциалу, по своему умению играть. Ну, в частности, в быстрые шахматы здорово, великолепно он играет. Он обыгрывал Магнуса Карсена и в пулю, и в такую вот игру с трепом. Однако что-то с ним, мне кажется, последние вот именно месяцы приключаются, и немножечко он не тот. Хотя, опять же, понимаете, все достаточно субъективно. Стоит выиграть Алиризой несколько партий подряд, и мы полностью переменим свое мнение, основанное на таких вот сиюминутных текущих впечатлениях. Ну, в данном случае вопрос состоял в том, как должен, я с точки зрения Алиризы Фируджи рассуждаю, как он должен выстраивать игру против Яна Непомнящего, имея черные фигуры и мечтая, в общем, безусловно, может быть, не только о ничьей, но и об игре на перехват. Особенность этой партии состояла в том, что Ян Непомнящий, сравнительно недавно сыграл матч против Магнуса Карсена. У Яна была прекрасная дебютная подготовка в этом матче, а дебютная подготовка все-таки предполагает, что вы готовитесь и не только черными, но и белыми, и отрабатываете какие-то свои реакции, какие-то заготовки на наиболее такие ожидаемые, ну, вообще по широкому спектру, на самом деле, на почти все возможные дебютные выборы, извиняюсь за множественное число в этом обороте, дебютные выборы соперника, различные системы. Ну вот Аль-Резафи Руджа не стал играть Е5, все-таки после Е5, видимо, ничего слишком экстраординарного придумать нельзя, а он сыграл С5 и предложил помериться силами в системе Найдерфа, то есть вот А7, А6 играют черные пустые, Акьян пошел, Д4 пошел на основное разветвление. Может быть, я не исключаю того, Аль-Резафи Руджа ожидал от Яна какого-нибудь хода салон Б5, иногда так Ян поступает, уходит немножечко в сторону, но в данном конкретном случае он все-таки исходил из того, что у Аль-Резафи Руджи сицилианская защита не является его ударным дебютом Руджи. И вообще-то вполне имел все основания Ян полагать, что в системах сицилианских, как с точки зрения белых, так и с точки зрения черных, у него, у Яна имеется превосходство над Руджой по опыту, по пониманию, я даже рискну утверждать это, многих систем. И вот такая позиция, и здесь F2, F3, то есть не салон G5, не тот ход, который, например, сделал в упомянутой партии мною недавно на втором круге турнира претендентов Фабиана Курана против Максима Вашьелограва. В связи с тем, что для Максима Вашьелограва действительно система Найдерфа это дом родной, а для Резафи уже нет. А F2, F3. И вот любопытно, что опять же, вот E5 отвечают черные, они могут, конечно, играть и E7, E6, но E5 более жесткий ход, не скажу, что лучший, можно и так эдак, но E5, конь B3, салон E6, салон E3. И вот здесь, понимаете, здесь и ходом позже черные могут, строго говоря, прибегнуть к ходу H7, H5, и именно на нем останавливается выбор в последнее время, можно сказать, в последние годы, но в последних соревнованиях точно, Максим Вашьелограв, которого я, вот, так сказать, квалифицирую, рассматриваю хотя бы отчасти, как эталон некий. Мы на него можем ориентироваться, все-таки для него это дом родной, это основной дебют, как некий, ну, не знаю, эталон, может быть, может быть, лакмусовая бумажка, можно по-разному характеризовать, то есть то, что он не допускает от G4, говорит о многом. Позиции после, ну, салон E7 пока черные играют, G4, может быть, сейчас немножко рановато, здесь можно было сыграть H5, прибегая вот к такой расстановке, не допускающей ход G2, G4. А черные играют 0-0 сразу. Ну, белые отвечают длинной эрекировкой, теперь уже H5, когда черные на столь раннем этапе сделали короткую эрекировку, вряд ли они пойдут. H5 приведет к тому, что у белых появятся зацепки, о которых они могут только мечтать. Конь BD7 и G4. То есть вот мы получили вот это. Сказать, что у черных здесь плохо или трудности какие-то нельзя. И тот, и другой подход, метод разыгрывания этих систем имеет право на существование, но характер борьбы существенно разный, потому что вот здесь уже белые действительно могут надвинуть пешки достаточно далеко свои, на королевском фланге, G5, H4 и так далее, и, кстати, ход G4 и G5 приводит к тому, что белые берут контроль поля D5. Это еще один фактор, менее такой динамический, остросюжетный, но это очень важное поле для белых. Отвечает резавь B5, и на G5 тут же B5-B4. В этом замысел черных. Конечно, можно и отступить конем, и отступить, конечно, не на E8, это уж совсем не то, а на H5. Белые заняли бы тогда, скорее всего, поле D5, черные разменялись бы, белые взяли бы пешкой. Почему? Ну, потому что ферзь бьет D5, ну, давайте я сыграю ферзь бьет D5, ничего страшного, ничего особенного в этом нет, но висит пешка на G5, и это неприятно. Это неприятно до белых, то есть позиция разгружается, пешка все-таки весомый аргумент, и поэтому ED. ED, и вот игра на зажим такая, у белых, наверное, чуточку получше. У белых чуточку получше, но все-таки связывает свою дальнейшую игру, свою стратегию, Альри Заферовжа, с кодом B5-B4, конь идет на E2, и черный конь отступает. Почему? Ну, потому что теперь уже при положении белого коня на E2, а когда он не ушел на D5, в случае конь H5, белые могут этому коню предложить размен, и черные в ответ на конь G3 будут в целом ряде ситуаций, может быть, белые начали сыграют на конь H, нет, не сыграют, конь G3, скажем. То есть вторжение на F4 будет для черных связано с жертвой пешки. Это делать не хочется, а размен на G3 будет связан с скрытой линии H, что вообще может оказаться смертельным для черных. Поэтому конь E8 здесь играет Аль-Резафи Руджа, что, конечно, является в определенном, а можно сказать, и в значительной степени уступкой, и белые продолжают тут же F4. И вот надо отметить, я всегда как-то отмечаю такие обстоятельства, применительно к тем или иным поединкам, что эту партию Ян играл очень быстро. Он вообще любит играть быстро, хотя вот первые две партии на этом турнире он играл медленнее соперников, под долгую думу, то есть он взвешивал на недоаптекарских весах, а так сказать, просто вздумчиво подходил к своим решениям. Он может себе это позволить, так же, как и Хикаро Накамура Ян умеет распоряжаться временем, в острые цепь ноты никогда не залезает, наоборот, стремится загнать в эти цепь ноты оппонентов, но, если объективно позиции требуют размышлений, если для него она относительно новая, или просто какая-то проблема возникла, которую поставил соперник, то подумать надо и использовать свой ресурс времени на все 100, так сказать, наиболее эффективно, конечно, это то, что отличает сильного шахматиста от более такого поверхностного, скажем. Так вот, в данном случае Ян не помню еще играл быстро, и это свидетельствовало о том, можно сказать, даже очень быстро, что эта позиция ему хорошо знакома, что они как раз, наверное, анализировались, изучались, штудировались, скажем так, в ходе подготовки его матча против Магнуса Карсона, а вдруг Магнус Карсен ни с того ни с сего, в нехарактерной для себя манере начнет применять систему Найдерфа. Исключить этого нельзя. Вообще, в матчах на первенстве мира иногда выстреливают те или иные их участники, претенденты или чемпионы какими-то подобного рода дебютными выборами, для того, чтобы эшеломить соперника и вообще придать игре принципиально новый характер, а сразу переключиться, вроде как, сопернику на это трудно. Поэтому такая система, как система Найдерфа, конечно, тоже входила в число исследуемых начал, разветвлений с точки зрения Яна Непомощи. И мне кажется, я не могу об этом судить со стопроцентной уверенностью, что Ян как раз этим пользуется. В данном случае опять, ну, я не знаю, вот опять кто-то потребовал определенного размышления от Алина Зефиру Джи, вот можно ли, выгодно ли брать или вообще разумно ли брать на Ф4. Белые могут взять тогда конек на Ф4, если черные берут на Ж5, а собственно это единственное, с чем надо всерьез считаться, тогда конь Бе6. Ну, может быть, надо еще и считаться сходом слона Бе3, давайте я его сделаю, чтобы забрать потом на Ж5 пешку вчистую. Но в данном случае, когда черные отдают еще важнейшего своего белопольного слона и ослабляют и диагональ С4, Ж8, на которую сможет выйти белый слон беспрепятственно практически, и открывают линию, и отдают преимущество у слонов, в общем, белые имеют плюс. Можно сыграть ладья Ж1, вот выбор у белых, или просто нагнетать давление, сыграть Ж1, или сыграть на Х4, или взять на Б4. Ну, при взятии на Б4 немножко снижается темп атаки, и уже у черных своя контрграть хотя бы отчасти появляется. Может быть, вообще Х4 имеет смысл сыграть, по сути дела заставить соперника взять на Ф4, потому что ход Х4 белым полезен, а черные отступают слону, если они не берут на Ф4 на некие непонятные позиции. Ну, вот здесь вот игра, скажем, такого рода начинается. Ну, зачем ФБ8, все-таки взять на Д6 это полуугроза, а в данном случае разбен Ферзей черных полностью устраивает, если этот разбен дополнит удар на Д6. Ну, белые могут не брать ничего, просто вот двигать пешки, атаковать, и здесь видно, в принципе, что у белых слоны очень хорошо. Королевский фланг открыт, есть возможность зацепиться, атаковать прямой наводкой по линии Ж, слон готов выйти на С4, КЕ5 не панацея, потому что, в общем-то, в нужный момент можно этого коня взять, а второй слон выйдет на С4 и уже будет просто богом и царем по этой самой диагонали. Короче говоря, эта позиция для черных опасна в случае слона Д3. А в случае слона Д3 можно сыграть или ладья Ж1, или взять на И6. Вот вопрос неоднозначный. Может вообще ладья Ж1, я на коне И6 так начал было настаивать на какой-то тактике, а может быть все равно ладья Ж1 и продолжаем играть в ту игру, в ту дудудудь, о которой шла речь. Например, взятие-взятие. Опять же, та же самая в некотором спусте в концептуальном ситуации. Конечно, черные здесь не берут на Б3, это делать не надо, выскакивают куда-нибудь ферзем, но вот может быть здесь как раз не так много у белых, хотя тоже получше. А вот что после коня И6 было бы? Левопытство меня разбирает такое вот. Вот здесь вот вместо ладья Ж1 если взять, вместо А4, взять, скажем, вот этого самого на И6 коня. Черные, разумеется, берут, на И3 белые берут, поскольку конь Д8 слон бьет Д2, это не то, что белых может устроить. Возникает вот такая вот позиция, и белые продолжают слон С4, нагнетая давление, атакуя пешку И6, защищать ее неудобно. Если коня отправит на С7, то повисит пешка, стоящая на поле Д6, наверное, черные должны отдать пешку, потому что если они цепляются в эту пешку, например, там играют, условно говоря, ну куда? Ну, скажем, на И7, то они попадают под естественный перевод конь Д4, все равно с пешкой вы не справитесь, пешку белые отыграют, и видно, что у них сильная инициатива. Опять же, невыигрышная позиция, и может быть даже не какой-то большой очень перевес, но перевес бесспорный, защищаться черным очень противно. Ну, поэтому, в общем, не ЕФ играет, а Дерезафи Руджа потратить определенное время, играет А5, допускает продвижение вперед, и у черных выбор. Выбор между какими ходами? Взятием на Б3 и ходом А4, а также тем ходом, который был сделан в партии, ходом слон С4, который, видимо, является сильнейшим в позиции. Но, конечно же, хочется изучить и такие продолжения, как А5, А4, взятие на Е6, взятие на Б3, ЦБ белые играют, черные могут, ну, должны взять на Е6, виситский конь, белые игнорируют возможность взятия на А2 со стороны черных, вот, предположим, черные берут, потому что пешку на Е6 защищать неудобно, ну, скажем, конь С7, если вот хоть хотят черные во что бы то ни стало эту пешку защитить, ну, просто тогда белые играют король Б1, и заставив черных, или побудив черных поставить коня на С7, они резко ограничивают возможности этих самых черных в организации контрагруза. Теперь уже никакие ферзи опять не идут, а вообще ферзь закрыт конем, черные ставят пассивно, ну, а белые потихоньку, помаленьку, начинают как-то вот перегруппироваться и усиливать давление. Опять же, понимаете, вот оценить такую позицию, где прямых угроз у белых нет, а пешки не хватает, правда, у белых два сорона, преимущественных пространств, уйма и достоинств, на Б4 висит пешка, кстати, пешки не хватает, или я это придумал от себя, да нет, пешек поровну, на самом деле, так что я, так сказать, оклеветал белых, лишив их пешки. На самом деле, материальное равенство, поэтому, поскольку материальное равенство, преимущество белым достаточно очевидно здесь, в случае конца С7. А если ладья А2, вот попытка сыграть в контратаку некую, то белые игнорируют возможность этого шаха, хотите давать шах, ну, уйдем королем вперед, куда-то. Ну, давайте вместо хода конца С7, я сделаю вот такой вот ладья А1 шах, белый король, разумеется, идет вперед, предположим, черные еще дают шах, заставляют белых отступить слоном на С4, такая возможность есть, необязательно бежать куда-то вперед дальше, ну, скорее всего, взятие-взятие. Опять же, продолжаю, делаю естественные ходы, и черные играют конь Б6, связывая белого слона, но белые забирают пешку на Б4, и вот сейчас у них просто лишняя пешка на доске, и угрожает слон бьет Б6. То есть надо что-то делать с конем, а ладья Ф3 нельзя, но Б6 висит, слон заберет, там они ферзь, уйдя из-под удара слон. Ну, поэтому, скорее всего, взятие, ферзь бьет С4, и теперь выбор, что можно разменяться на С4, получить позицию просто безнадежную, без пешки, и у белых еще уйма позиционных достоинств. Ну, а если даже Ж6, условно говоря, то все равно белые могут в утренную редакцию поменяться на С7, могут сыграть не торопясь ладья А1, тормиться на А7, и на самом деле позиция белых технически выигрышная, просто. Не просто лучшая, а технически выигрышная. То есть, это по поводу того, что вот ладья А1 со стороны черных это не то. Конь за С7, например. Поэтому, сохраняем напряжение, сохраняем какие-то надежды на контратаку с помощью ферзя и ладьи, но белые играют, царам ладья Ф1. То есть, они тоже не берут дурное в голову, хотите меняться фигурами, пожалуйста. У белых доминация, то есть, с точки зрения гармонии расположения сил, все защищено, все фигуры работают как надо, и оба слона, и конь на G3, кстати, неплохо. На самом деле, защищает пешку Е4 хотя бы. Ну, у белых здесь заметный плюс, но, то есть, ну, что могут черные сделать? Поменять сил ладьи, вот то, что лежит на поверхности. Вот, я сказал много слов, а нужно все-таки дополнить их какими-то более предметными рассуждениями. Если белые отступают назад, то черные прорываются в центре, чуть-чуть улучшают свою структуру, и вот это, конечно, позиция, ну, не столь однозначная. У белых лучше. У белых лучше, у белых явное преимущество белопольного слона F1 над чернопольным слоном. Скорее всего, на Е3 черные будут обязаны взять. Белые не отступают слоном, чтобы не уступать позиции в центре, но, ну, скажем, черные забрали сразу, чтобы уж не будут стоить рукава. И вот такая вот позиция, в которой у черных белых лучше. У белых просто лучше, но гарантировать победу им нельзя. Здесь, может быть, отступить ферзем назад, чтобы через G2 перевести слона на Е4. Видно, что гармония расположения сил в белых, опять же, выше. Я повторяю какие-то общие слова. Извиняюсь. Это по поводу хода А4. Срон бьет B3, что такое? Срон бьет B3, тогда CB, А4, король B1. Здесь немножко по-другому белые выстраивают свою стратегию. И вот они могут здесь, это удивительное дело. То есть, они могут не сыграть АБ, что тоже заслуживает определенного внимания, но могут сыграть конь C1 в наклогу. То есть, что они хотят? Они хотят заставить черных взять на А2. Теперь белый король отступает. У белых не хватает двух пешек, но это тот редкий случай, когда законопатченный фланг, ферзевый фланг, невозможно для черных проявить какую-либо активность на каком-либо участке доски, приводит к тому, что белые, например, я условно разыгрую эту позицию, делаю какие-то ходы. Так вот, у белых есть игра, у черных нет игры. Нигде никак себя проявить черные не в состоянии. Скажем, король H8, там ферзевый 2, атакован конь, конь идет вперед, пожалуйста, белые продолжают наступление, никакие жертвы ни на C3, ни на B2, черные фигуры не годятся, перевод коня на C5, ну, практически невозможен. И здесь у белых заметный плюс, не скажу, что технически выигрышная позиция, но явный перевес. Может сыграть не король H8, а D5, то есть, как-то взрыхлить центр, но белые могут тоже свои какие-то козыри предъявить, взятие, скажем, взятие. Почему взятие? Белых целесообразно взять, если это возможно, на C6, они, белые, избегают размены ферзей, потому что взять Nd2 проигрывает сразу из-за промежуточного ладья G1, шах. Ну, надо играть конь G4, потому что, если отступить королем в угол, тогда белые дадут шах вот такой вот, ну, и просто заматуют соперника, даже заматуют там, они не выигрывают все на свете. Ну, выигрывать все на свете тоже неплохо, но заматуют они. А конь G4, ну, взятие-взятие, там, ферзь G5, слон бьет G5, F5, здесь, фигура, и на ученых сколько там пешек? Три пешки. Но, у черных много слабостей, и поэтому, для того, чтобы как-то защититься, как-то перегруппироваться, они должны начать отдавать одну пешку за другой, ладья G5, это защита слона F1, поэтому ладья D1 опасаться нечего, а король G2 будет сыграно в ближайшее время. То есть, позиции совершенно выигрышные у белых, после ферзь бьет D2. Ну, лучших вот здесь король H8 в этом разветвлении можно сыграть с лун G7. Показываю еще отчасти вот все это из-за красоты, элегантности такой вот маневра. Если бы не слон G7, то у черных было бы все в порядке, ферзи бы поменялись, а тут вот шах, ферзь с шахом отскакивает, затем белые берут D5, затем белые играют ферзь F5, и это позиция у белых опять же с большим перевесом, хотя у черных, ну, материальное соотношение какое? У белых ферзь, у черных ладья, конь и три пешки. Ну, пешки черных слабы, черный король под атакой, слон готов выйти на D3, и поэтому у белых заметное значительное преимущество, хотя, конечно, еще до выигрыша не то, что далеко, ну, может быть, и далеко, но я думаю, что объективно технически выигрышная позиция. Это к вопросу, мы как-то бегло попытались оценить последствия ходов А4, и слон пьет B3. В партии же, опять же, думал, вот я ритафи Руджа думал, а я на ней помню еще думал мало, то есть, ну, подумывал, так прикидывал, оценивал, может быть, просто по аналогии как-то играл, опять же, пытаясь понять, вот, по ходу, наиболее естественного развития событий, что после этого все получится. Короче говоря, слон C4, сильнейший ход сделал Аняриза Феруджа, но черные не сделали, опять же, ничего такого ужасного, страшного, ужасного, чтобы совсем плохо получить. И здесь у черных не совсем плохо, более того, они получают после хода D6, D5 контр-игру, но много времени тратил Феруджа, а Ян не помню, прорывается с помощью F4, нет, F5, F6, да, если бы не этот ход, то черные перегруппировались, если бы позволили, у черных была бы хорошая контр-игра, но F5, F6, открывается позиция черного короля, взятие, взятие, конь D бьет F6, именно так, конь с Е8 прикрывает поле G7, это важно очень, прикрыть это поле, G7, когда белые начнут торгаться слоном, ферзем, ладьей и так далее, то, чтобы слон G7 шаг не было, а это уже почти мат, а пол конь с Е8 прикрывает это поле, в случае, когда Аль-Ризафи Руджа не только там тратил время, но и потратив время допустил ошибку, видимо, сильнейшим ходом был конь D6, ход естественный, но, опять же, у него есть тот недостаток, о котором я как-то косвенно говорил, намекнул, а именно конь уходит с поля Е8 и контроль над конем G7 утрачивается, но конкретно, тактически, черные это могут в данном случае выдержать, отступить на H8, латью мы готовы отставить, я в случае зрения черных рассуждаю, предположим, взятие-взятие, но что здесь, здесь у черных просто полное счастье, у них получше, с пешками, у белых на доске 5 пешек, у черных на доске 7 пешек, 6 пешек, да, 6 пешек, ну, срок идет C4, вроде как, можно ли взять на D5 вообще, вот так вот, но у черных хорошие перспективы развития мощной контр-игры, они играют тогда А3, если B3, то через поле E4 с темпами черный конь проникает на поле C3, вот здесь просто явное преимущество у черных, потому что B3 играть нельзя, а бить на C4 тем более, ну, может быть, это лучший под, но, тот из числа тех, которые не спасают, просто надо все-таки проверить последствия кода B3, здесь действительно совсем худо у белых, поскольку черные вторгаются на E4, ну, белые могут разменяться, это лишь ухудшит для них ситуацию, чуть-чуть, могут отдать ферзя, тоже не сахар, но если, предположим, конь E4, давайте прикинемся, конь E4, на самом деле варианты очень схожие, ферзь куда-то уходит, черные дают шаг, и что будет, если отступить королем на А1, вот хочется отступить королем на А1, тогда просто берется на D1, и оказывается, что диагональ столь ослаблена, вот срон бьет C4, и как ни в чем не бывало, никуда не выводя этого самого коня с D1, черные играют E5, E4, затем ферзь F6, но взятие на D1 приводит просто к мату в несколько ходов, в шаг, там можно ферзь D4, играть C3, можно играть как угодно, все равно потом после ферзь бьет D1, и ферзь F6, шаг отступить королем на B1, и получите мат на поле B2, никуда не деться, ну можно как-то там сопротивляться, на самом деле безнадежно, скажем, взять под контроль поле F6, ради F1, взяли под контроль поле F6, черные прыгают ферзем на поле G5, атакуют коня, C1 с угрозой ферзью C1 мат, а вторая угроза это ферзь E5, шаг, и мат в несколько ходов, единственная защита вот такая вот, ну можно и конь C3, кстати, сыграть, хотя нет, это маловато, поскольку белый конь защитит коня, предположим, идем по основному гестральному пути, вторгаемся на B2, единственная защита вот такая, на взятие на D3 висит ферзь, это делать нельзя, но можно дать шаг, отправить белого крадя на A1, и отступить крадем на G7, ну как-то надо этого ферзя изымать, из оборота, или радия G1, или ферзь G3, но, понимаете, висит конь, вот скажем, радия G1, более такой резкий ход делаем, тогда ферзь D4, если ферзь G3, тогда просто ED, выигрываем фигуру, выигрываем партию, тут вроде как поострее все это, но черные могут даже вот ферзями не меняться, поскольку настаивают они на своем праве сыграть в мат белого крадя, предположим, вперед, вот так вот, пытаемся разменяться, но здесь конь E4, перекрыли, шаг и мат на поле, на каком поле? На поле A1, вот так он, на самом деле, мат дается. Ну, собственно, я извиняюсь, что так сказать, разжевываю что-то такое, но просто понятно, вот ход ED привел бы в этом разветвлении к большому преимуществу черных, а не белых. А в случае хода СРУМ B4, конь B4, ферзь атакован, ферзь отступает, A3, там B3, конь D6, ну, нечто похожее получается, здесь, конечно, совсем не то, что давечи, потому что там черные просто захватывали преимущество, выигрывали партию практически, а здесь черные получают прекрасную контр-игру, окучивают пешку D5, белый король просраблен, атаки на черного короля нет, а СРУМ на G7, хорошая фигура, которая может поддержать наступление черных по большой диагонали. Вот, это в случае взятия на F8, которое в этом разветвлении для белых неблагоприятно, бить ладью не надо, почему я так много об этом говорил, просто когда есть возможность забрать качество на ровном месте, ну, проверять это надо в любом случае. Ферзь G5 посильнее за белых, теперь взятие на E5, здесь у белых некоторая инициатива, но позиция крайне непонятная, крайне неясная, здесь, правда, вот не надо играть D, это плохой ход по причине ладья Бен-Д6, это зимок материала, ну, взятие на E5 плохое совсем, взятие на D8, тогда и взятие на E5 у белых лишняя фигура, а по линии D, вторжение на D1 бессмысленно, там еще и слон висит, а ладья на H1 защищена белым конем G3, ну, предположим, слон D6, ферзь D6, смотрим на эту позицию, пытаемся оценить последствия, у белых две фигуры за ладью, не сразу так, окинув взглядом то, что происходит, можно посчитать материал, две фигуры за ладью, и в дополнение к ладье у черных одна пешка, но это явно недостаточно, черным нехорошо, потому что на F7 висит, пешка E не опасна, проходная, но не опасная, у белых два коня, атаки на белого короля нет, а черный, короче, чувствует себя относительно неуютно, то есть, вот это по поводу хода D, в этом разветвлении, но можно сыграть ладья Е8, и тогда, понимаете, вот в варианте такого типа начинается какая-то возня, вот можно сыграть на конь бьет F5, а конь F5 для черных полу обязательно, слон бьет C4, пешка D5 связана, конь висит, материальное равенство на доске, совсем материальное равенство, вот, ну, здесь уже у белых нижняя пешка, черный отыгрывает эту пешку, слон бьет Е4, взятие, вот такой интересный вариант, ну и что получается? Получается вот такая вот позиция, в которой, ну, ничего особенного у белых нет, то есть, вроде как, белые формально могут считать себя сильнейшей стороной, но черные раскрутились, разгрузились, материальное равенство, ну, ладьян Е4 стоит прекрасно, пешки защищены, не слабы, черные раскрутятся, ну, на преимуществах играть трудно, поскольку, все-таки, потенциальные слабости у черных есть, а у белых нет, вот, ну, вот конь Д6 давал черным, Алильзе Феррудже, полноценную, полноправную контрагру, ну, понимаете, позиция сложна, всякие миражи, при расчете вариантов, все время вас посещают, появляются, и страшновато играть конь Д6, и хочется разгрузить, хотя бы частично позицию, но вот этот вот, серьезнейшая ошибка, вот взятие на Ф1, серьезнейшая ошибка, белые берут на Ф1, черные цепляются к белой пешке, чтобы получить поле, С3 в свое распоряжение, да, Б3, пожалуйста, ну, как туда вы прорвете своими конями, король Х8, профилактика на случай, слон Х6, белый берет на Д5, забрав просто так пешку, могли ли черные здесь, вот, вместо хода короля Х8, что-то забрать сами, например, к чему, или сыграть Д4, Д4 это льет воду, на бельницу белых, слон Х6, спасибо, а если забрать пешку, вот это что, это возможное решение, или зевок, на самом деле, все очень просто тогда, то есть взятие, при любом взятии, ладья Д8, слон Д8, большой разницы нет, белый играет слон С5, добираются до этого качества, еще пешка на Б4 подвисает, но позицию белых технически выигрышной, качество выиграем, причем торопиться особо не будем, если есть возможность забрать какие-то пешки, ладно, технически выигрышная, поскольку дефектов у белых нет, а проходная на Е4, ну, это какая-то такая сдвоенная, не сильная, не опасная для белых проходная, ну, король H8, поэтому сыграл Феруджа, взятие НД5, уберут лишние пешка, но и здесь, понимаете, вот отдав пешку, взяв неосмотрительно, не точно на F1, это на поверхности, напомню, не лежит, я так уже, понимаете, после драки легко, ну, кулаками не машут после драки, известная формула, то есть махать, что чем на таком, или, говорится, умен задним числом, ну, комментатор любой, тем более, имеющий возможность пользоваться компьютером, и спокойно анализировать, вот, происходит, конечно, очень крепок, а крепок задним умом, не умен, крепок задним умом, вот, ну, Ферд C7, здесь черные могли сыграть, и эта позиция непростая, лучший ход за белых, как ни странно, ладья бьет F6, может быть, он смутил Алири Зуферуджу, важно, что, нельзя брать конем из-за D6, вот такая вилка, белые выигрывают две фигуры за ладью, и получают выигрышную позицию, а после слона F6, ну, у белых свои плюсы, они подтягивают коня, они лишили важную ударную фигуру черных, коня, который мечтал, хотя и не мог, так реально, проникнуть на C3, а теперь что, конь C6, конь B4, конь C6, идея белых, пешка B4, незащитима, например, ладья C8, белые могут даже, ну, взяли пешку, теперь можно еще конь H5 включить, потом завести коня на C6, и эта позиция заметно лучшего белых, не то чтобы выигрышная, прекраснейшая компенсация за качество, на G7 в любой момент ударе, когда нам захочется, конь C6 полностью парализует возможности соперника что-то применять в центре и на ферзьевом фланге, пешка D5 крепляет коня, опять же, совокупность плюсов большая, но черные ходом F5 могут предъявить свой козырь, две связанные проходные, белые не очень их боятся в метрешпиле, скажем, отступили, черные вторгаются, в C3 они куда-то хотят, не получится у них, ну, и скажем, взятие, взятие, и белые начинают заходить за пешкой A3, вот так, спокойненько, а в случае отступления ладьи на А8 могут предъявить свой козырь тоже проходную пешку, дальше D7 угроза, D8 ферзь и так далее, до поля C3 черные не доберутся, если ферзь начнет уходить сбоку, то потеряется пешка, стоящая на поле E5, можно сыграть вот так, чтобы на D7 провис конь, а белые отступят, и черные, вот могут они забрать здесь эту самую оставленную без защиты пешку, могут, конечно, но после взятия на А3 новые проблемы в старом, так сказать, контексте, конь связан, отдавать качество это почти безнадежно, но не очень-то хорошо, а в случае ладьи на А8 можно сыграть слон B2, то есть я делаю какие-то ходы, понимаете, вот рассуждаю, так разыгрываю эту партию, опять же, у белых лучше и после ферзь C7, к чему я клоню, но все-таки позиции непростые, а ход конь D6, сделанный, здесь анализуя Ферруджой, ну блокадный ход, все естественно, конь H4, потом конь C3, мечтают черные, но понимаете, Ферзь бьет B4, Ферзь убежал, забрал ключевую пешку, которая контролирует поле C3, кони теперь туда не доберутся, что у белых за качество? Всего лишь одна пешка, нет, не за качество, а просто лишняя пешка, видите, уже забыл о том, что в этом варианте белые никого качества не жертвовали, слон B6, и здесь уже, понимаете, началось вдруг сразу добивание, и при этом еще раз повторю, сильный ход Ферзь E1, атакующий пешку, стоящего на поле, Е5, свою функцию, Ферзь выполнил, в данном случае он ушел от B4, вернул Ферзя на B4, все-таки черные угрожали коне E4, потом там на C3 вторжение, Слон бы тогда атаковал Ферзя, а тут Ферзь ушел, сохранил контроль над конем E4, поэтому никакого коня E4 нет, никакие переводы через B5 можно, там C4 белые сыграют, ну, ладья B8, Слон A5, конь C4, теперь в такой редакции D6, то есть Ян вообще, так сказать, забивает гвозди, как принято говорить, по шляпку, чтобы не было никаких, чтобы продохнуть черным, с их контригрой было нельзя, Слон вступает на C3, Ферзь Е6, Конь D3, пешка снова атакована, Конь C5, идея, еще одна, Конь D5, Конь F4, теперь такой интереснейший ресурс, имеет место быть, дело в том, что пешка, стоящая на поле Е5, связана белым слоном, если забрать этого слона, тогда Ферзь идет C3, и Ферзь пешка все равно будет связана, а если сыграть Конь F4, тогда ладья B4, пешка по-прежнему связана, а после F6 можно еще и Ферзь Е2 сыграть, потому что бить все равно нельзя, теперь Ферзь висит, а если взять на D6, что вроде бы естественно, тогда Слон бьет Е5, и оказывается, что ладья C4 свою роль играет, то есть она связывает пешку F6, нельзя брать, подвисит сладья на F8, ну а в случае хода ладья B6, просто взяли еще и на F6, и затем взяли на D8, на не 6 извиняюсь, на D8 в конце варианта, то есть шаха-шаха, в первых две лишние пешки, связанные проходные, говорить не о чем, Эйншпиль абсолютно выигрышный, контр-игры у черных нет, все заканчивается очень быстро, ну чтобы, давайте сделаю ход кунь B5, с идеей вторгнуться на C3, тогда просто вернули назад ладью, а потом сыграли C4, отбросили черные фигуры, и без проблем выиграли партию. Вот поэтому, ну поэтому, в общем поэтому, конечно, Алилизафер уже отказался от хода кунь B6, вторгся на B2, он безусловно понимал, причем у него уже в последние минуты шла, никаких добавленных секунд нет, 7 ходов еще надо сделать, у Алилизафер уже меньше минуты, у Яна не помню, что-то такое, час не час, но вот такого порядка, то есть под час времени, много времени, я уже говорил, что он играл быстро, он играл уверенно, он контролировал ситуацию, и он хорошо, я думаю, знал эти позиции. Конь B2, ладья F1, бить ладью по прежнему нельзя, подвисает ферзь, ладья E8, защищая ферзя, создавая угрозу взятия на F4, ладья H4 теперь, F5, и последний заключительный удар, то есть ход, который оказался последним в партии, и чуть-чуть еще что-то сделали, ладья B7, вот так, да, если ферзь H6, тогда ладья висит, но у черных нет никаких плюсов, у белых уйма плюсов, нужно сдаться, а в случае король G8, следует конь B2, F5, слон F6, ладья G1 последний ход оказался в партии, извиняюсь, слишком рано я прекратил показ, но отчасти я думаю, то, что не сдавался Алилиза еще несколько ходов в абсолютно безнадежной позиции после ладья H7, когда все ясно, было обусловлено тем, что у него, у Алилиза Ферджи, было очень мало времени, а в цейт-ноте соперник, ну, шахматист, старается делать ходы, главная задача его не, чтобы флаг не упал, чтобы не зимнуть там ферзя или что-то, а то, что совсем худо, ну, уже, так сказать, хуже не будет, вот, я продолжаю вариант, это не встретилось в партии, просто показываю, что белые ставят мат, если с ладья G7, то такой мат, а если отступление, тогда шах с H8, и вот такой мат, ну, вот такая очень яркая, очень убедительная победа, я на не помню, еще у Наталья Резойфи Руджой, и я приступаю к показу второго важнейшего поединка сегодняшнего дня, между Дином Леженем и Фабиано Каруаной, Дин Леженем рейтинг фаворит турнира, шахматист, конечно, очень сильный, великолепно понимающий, знающий шахматы и так далее, но Фабиано Каруана не нуждается в рекомендациях, хотя, опять же, Дин Лежень превосходил перед началом партии по рейтингу Фабиано Каруана, хотя надо сейчас уже смотреть текущие рейтинги, я думаю, все равно Дин Лежене превосходят, он, конечно, теряет на турнире довольно прилично, но за три тура сильно потерять даже с результатом минус один нельзя, скорее всего, порядка десять очков, я посмотрю в следующий раз, сейчас сегодня я как-то так не стал на это обращать внимания. Итак, что же было в поединке Дин Лежене и Фабиано Каруана? Д2-Д4 сыграл Дин Лежене, Фабиано Каруана ответил Конь Ф6, С4, Е6, Конь Ф3, не Конь С3, хотя Конь С3 Дин Лежене иногда играет, допуская защиту Немцовича, в данном случае нет, Д5, теперь Конь С3, но вместо защиты Немцовича получается защита Рогозина, то есть вот это пласт вариантов выделяется в отдельный дебют защиту Рогозина, все-таки здесь не совсем, то есть белые могут действовать так, чтобы чисто немцовические идеи черными не могли быть применены. И вот Ф4-А4 как раз один из таких ходов, заставляющий черного коня встать на поле С6, и белые играют Е2-А3, то есть срон на Б4 теперь ему не хочется меняться на С3, так как что черные получили взамен? Ничего, но пару темпов получаются, конечно, даже в этом случае, а у белых гармоничное развитие и просто вот структурные достоинства их позиций дадут им долгосрочный плюс, шансы на борьбу с инициативой, просто некоторые, так сказать, некоторые преимущества. Рокировка, Ферзь отступает на С2, вот не знаю, на А2-А3, как черные сыграли бы здесь, или на срон Д2, на С4 черные обычно берут, в случае хода А2-А3, я не знаю уж, брать и организовывать контр-игру, здесь все-таки какие-то темпы у черных появляются, связанные с контр-игрой, теперь действительно темп важный, идея Е6-Е5 возникает, вот такой фигурной контр-игры, белые потеряли важное время, вот, АС, ДЕД, это определенная уступка, и черные более-менее нормально, гармонично раскручиваются, хотя возможно сыграть С4, но это тема для отдельного разговора, короче, Ферзь С2, сыграл здесь Дин Лежень, Конь А5, ну, Фавиан Акурана демонстрирует, что он готов к любому развитию событий, Конь А5, атакованная пешка, пытаются черные заставить соперника, взять НД5, или сыграть С5, ну, взять НД5, это уступка, конечно, и я думаю, что черных проблем тогда не было бы, белые ведь уже сыграли Е2-Е3, и их слон сплодит С1, никуда ни на Ф4, ни тем более на Ж5 не выскочит, а после С5, кое-что белые получают, вот слон Д2, Конь идет на С4, почему, можно ли взять НД5, на С5, вот такой естественный вопрос, тогда белые играют С3, извиняюсь, А3, заставляют соперника взять, берут своим слоном на С3, и потом выигрывают пешку, отыгрывают пешку С6, и вот здесь у белых получше, здесь у белых получше, потому что два слона, Е6-Е5 провести нельзя, можно сыграть А5, чтобы белые не играли, Б4, ну, тогда белые на А5 играют с слоном В5, и опять же у белых определенное давление, сюда идти черным не хочется, на С5 они не берут, Фабиан Акурана играет Конь С4, опять же, все ощущено могучим ураганом, вот следуют могучие размены, вот такие все вообще, теперь А6-Е5, черные добились определенной гармонии расположения сил, и у белых все-таки четко получше, за счет чего? За счет того, что они доминируют по линии С, ну, внешне вообще полная разгрузка, и ничья не за горами, но черным на пути к ничьей все-таки необходимо здесь преодолеть ряд технических проблем, я уж не знаю, проблемок, можно по-разному говорить, но похуже у черных, за счет того, что белые доминируют по линии С, правда, у черных есть свои достоинства, ну, может быть, черным стоило сыграть Ферзь Д7, скорее всего, это наиболее чистый путь нейтрализации, вот этого небольшого преимущества белых, теперь невыгодно брать на Б6, потому что ладья ФБ8, затем белые берут на Б2, если Ферзь Т6 меняется, они берут на Б2, а в черных точно не хуже, получше у черных, при ошибочном Ферзь Б6 со стороны белых. Можно сыграть Ладья С3 здесь, тогда Ладья С8, теперь что? Если Ладья бьет С8, Ферзь бьет С8, то вот в такого рода варианта белые выигрывают пешку, но у черных доминация, Ферзь по линии С доминирует, а Ладья, стоя на Б2, атакует белые фигуры, здесь у белых просто не лучше. Скажем, К3, теперь К4, теперь пешки Ф2 привязались, у белых опять же нет возможности проявить никакую активность, ну К5 можно сыграть, ну понимаете, черных все-таки устраивает ничья, и частенько, если белые даже так сказать, как-то перекрутятся, уж вечный шаг, к помощи какой-нибудь жертвы черные дадут. То есть даже на глазок видно, что это для черных не опасно. А если Ладья С1 здесь, вот не менять СНС8, пытаясь вот такой редакции, что мы только что посмотрели, забрать пешку у черных после Ладья Б8, мощная контр-игра, а Ладья С1, тогда можно просто спокойно отреагировать подобным образом. Но ФБ6 не очень выгодна из-за Ладья СБ8 и взятия на Б2. Предположим, белые играют спокойно, поскольку у белых слаб первый ряд, и двойной размен на С8 и взятие на Б6 привело бы к тому, что черные дали бы шаг, вторые с коннем на Е4 и получили бы мощную контр-группу против пешки Ф2. Белых это не устраивает. А тут черные, предположим, вообще спокойно, даже пусть вы, белые, сыграли А3, сделали форточку, а теперь вот мы допускаем черные в размен на С8, взятие на Б6, черные дают шаг, вторгаются коннем на Е4 и белые забирают пешку А5. Здесь на самом деле, то есть после такой достаточно наглой реакции черного, связанной с допущением выигрыша белыми пешки и при наличии форточки, конечно, у белых что-то могло бы и быть, но смотрите, защитить пешку Р2-то нельзя никак по-другому, поэтому ничего нет. Вот взяли на А3, у черных, конечно, тоже не лучше от того, что конь стоит активно на поле Е4, но что, первый сыграет А3, выгонит коня. Абсолютное равенство ничья. То есть ферзь Д7, я думаю, было потехничнее, но Фабиан Груан решил не рисковать в тактическом плане. Он сделал ход ладья Ц8 и позволил сопернику Дину Ниженю забрать на Б6, то есть обозначить и действительно получить лишнюю пешку не на долгую муку, конечно, но на долгие попытки реализации, то есть использования какого-то вот этого самого ресурса. У черных выручает ход Ферзь Ц4. Без хода Ферзь Ц4, я думаю, просто здоровая лишняя пешка белых дала бы вам большие шансы на победу. Но Ферзь Ц4 заставляет взять на Ц4 белых, заставляет белых, наверное, все-таки сыграть Конь Ц5. Альтернатива здесь вот, в этом варианте, ну, на что белые могут рассчитывать? На ладейники, с лишней пешкой, объективное ничение. На самом деле, это мы увидели в партии. Но можно было сыграть Ф3, вот так вот. Прогнать коня, Конь, если отступит, тогда Конь Ц5 белый сыграет, поэтому брать на Б3 надо. Возникает вот такая позиция. И это позиция, где у черных не хватает пешки. Причем, не там, 3 на 4 даже, а 5 на 4 на фланге. Но вверх, в черных дискредитированная структура, и ходом Ж5 черные открывают пространство для короля и так далее. И вообще-то говоря, это объективная ничья. Там ладья Б5, Б6, А6, извиняюсь. Ну, сюда, может быть, белым стоило пойти. Опять же, это не меняло объективную оценку позиции, как ничейный, но неприятный для черных. То есть, для достижения ничьи черные должны еще выдержать довольно долгую защиту. То есть, играть аккуратно. Ну, что за защиту? Просто делать хорошие ходы, не ошибаясь. Конь Ц5 сыграл сразу один лежень. Здесь тоже у белых постоянно появляются лишние пешки. Ну, ладья А1, если сыграть, этот ход не был сделан, было сыграно ладья Б1, что, наверное, посильнее. Ну, как посильнее? Здесь что получается? Здесь получается вот такая вот штука, совсем простая до расчета. Можно сыграть А5, потому что, если король Ц3, то взять АНЦ5. Здесь, правда, белые могут сыграть, то есть, сделать ставку на игру по линии Б, на вторжение на седьмой ряд. Если ладья А8, то это просто проигрывает. Вот нельзя уводить ладью и сделать, опять же, ставку на отброс, на то, чтобы отбросить белого короля, потому что эта позиция белых просто выигрышная. Перчный, не понимая, здесь вот выигрышный, не успевает ничего черного сделать. То есть, здесь надо играть не ладья А8, не грубый ошибаться, а сыграть король Б5, было бы. Ну, теперь что? Если А6, вот такой стандартный план, то здесь перч, не выигрышный у белых, потому что черные пешки встают, ощетимываются, не пускают белого короля, а черный король проходит к своим пешкам на защиту. Дальше черный играет Ф6, подтягивает короля, это мертвая ничья при материальном равенстве. То есть, нельзя вот так в лоб выигрывать партию, можно, однако, дать шах. Бить на А5 нельзя, из-за ладья А1 шаха потеряется ладья на А8. Если сыграть король С6, то ладья Б6 шах, ну, вот король Б6, тогда ладья дает шах, и если король С7, то это, видимо, просто плохо. Надо играть король С5, и после ладья Б7 получается то, что мы видели. Все равно защита удовлетворительная у черного, позиция нормальная, худшая, может быть, но не проигрышная. А если сыграть король С7, чтобы не пустить на поле Б7 белую ладью, тогда, видимо, он просто проигрывает черную, теряя пешку, и здесь без особых хлопот белый реализует вот эту самую проходную при активной позиции фигур. То есть можно ошибиться. Но самое чистое, там не кокетничать ходом король С6, сразу сыграть король С5, пропустить ладью на поле Б7, и оказывается, что у черных достаточная контр-игра. То есть вот здесь дается шах, ладья возвращается назад, белые забрали пешку, черные хладнокровно играют А5, они черные без одной пешки, но у них они согласны ничью. Черные без пешки, они слабейшая сторона. Если, например, сыграть ладья Ж5 и забрать на А5, тогда белый король отбрасывается назад, и эта позиция у черных скорее может быть лучше, чем хуже. Ну как, активнейший король, можно дать шах. Если король С1 по ладья Б2 с темпом, с угрозой ладья Ж1 мат, то есть белые должны уйти на Е1, и здесь, ну, нельзя даже сказать, что у черных хуже. Тоже не лучше, конечно, белые ничью делают легко, но оснований для игры на выигрыш нет никаких, ни малейших. Это по поводу хода ладья Ж5. Если сыграть ладья С7, то черные короли активизируются, белые могут усилить позицию, улучшить позицию своей ладьи, переведя ее на поле Б7, скажем, сыграть Ж3. На ладья А2 здесь, на ладья А2, ладья Б2 белые заготовили, такой ход назад, но на самом деле вот эта позиция ничейная совершенно, потому что с тыла угрожают черные пристать к белым. А что делать? Ну как там? То есть можно там играть Ж4, можно как-то еще. Ну, даже Ж4 взяли-взяли, и белые играют ладья Ф1, атакуют эту самую пешку, в ответ на король З3 дают шаг с тыла, потом играют ладья Д3, и вот за счет такой вот маятниковой стратегии даем шаги, атакуем пешки и так далее, не позволяют черным и белым начать на движение своих пешек, просто усилить позицию, чтобы это движение стало актуальным и опасным для черных. То есть это ничья, ну такая вот, ну, на нюансах, на аккуратной игре очень стороны черных. Было сыграно ладья Б1, ладья Б1, король Ф8, ладья Б4, пешка пошла вперед, король черных идет тоже вперед, ну что, черные согласны обменять свою пешку Ц на пешку А4, а затем выиграть, заняться пешкой Ц. И вот белые могут таки все-таки, что мы увидим после Ц2, но если король Д2, то ладья Б4, то же самое, но лучше редакции на черных, сразу взятие-взятие. Ладья Б2, белые делают ход, потому что ничего с пешкой Ц они эффективно сотворить не в состоянии. Предположим, белая пешка идет вперед, давайте, двинем ее вперед и поймем, пытаемся что сделать. Тогда ладья А8, чтобы попытаться занять королем поле Д6, ну, скажем, Ц7, может, и сюда, то есть как ни крути, так ли играть белого или там король Д2, король Д2 вроде как посильнее, но белые не успевают ничего предпринять, никак выиграть. То есть пешки на шпиле вот такого рода, если белые вперед ничейные, после ладья Б6 и размену Ц6. Это, в общем, помогает черных, спасает их, обезопасивает, можно по-разному сказать, ну, по находке С7, ладья Ц8, все проще, как я уже говорил. Именно поэтому, для того, чтобы отдав пешку Ц5, все-таки прихватить одну из черных пешек, где на леженье играет ладья Б2. И прихватить одну из черных пешек удается, король Д7, ладья Б8, ладья Ц7, теперь заход с тыла, черные играют король Е7 и холоднокровно Ж7 Ж6, уводя пешку из полудара и контролирует поле Х5, чтобы белые не смогли защитить пешку Ц5 с помощью хода ладья Х5. И возникает вот такое окончание, ну, можно, конечно, сказать, и еще последовало, потому что позиции носят объективно несложный ничейный характер. Эта позиция более благоприятна для черных, более спокойна, более надежна, чем то, что можно получить, ну, когда черные пешки стоят стандартно на линиях Ф, Ж и Х, а белые имеют 4 на 3 при пешке Е, ну, вот взятие-взятие, почему взятие-взятие? Почему не Х5? Х5 хочется вроде как сыграть, но тогда просто Ж4, и затем белые, черные занимают поле Ж5, атакует эту самую пешку Х5, ну, можно, конечно, как-то заставить черных встать в такой псевдо-пассив, затем защитить свою пешку с помощью хода Ладья Х7, а черные просто стоят на месте, черные стоят на месте и ждут от белых проявления какой-либо активности, ну, предположим, ну, королем особо не поманеврируете, там, получите несколько шагов, потерять пешку Х2 белым не имеет никакого смысла, шанса исчезнуть сразу, ну, предположим, белые идут вперед, играем Ладья Е8, хладнокровно, чтобы Ладья Е7 не было, на король Ж6 Ладья Е7 все-таки неприятно, а тут вот так, и все, ну, белые делают какой-то ход, любой ход, даже Е4, или там ход королем, черные играют король Ж6, заготовленное решение вот такое, но затем забирают пешку на Х6 и говорит, не очень материальное равенство, ничья, то есть, поэтому Х5 не играет ДНДЖ, не играет ХЖ, взятие, взятие, Ладья Д4, меняться не надо, Ж4, и вот этот Ншпиль, но здесь Ншпиль совсем простой, потому что, если бы белая пешка стояла на поле не на Е3, а где-то на Ж3, и Ф и Ж против пешки и Е6, тоже ничья, и мы на этом турнире видели, как черные уверенно защищаются, но там все-таки определенные проблемы могут возникнуть, а тут никаких проблем нет, стоим на месте, спокойно, ждем у моря погоды, как говорил Адриан Мехачиш, помахиваем фостом, ну, и, в общем, вот так вот, играли, 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 играли соперники, здесь особо комментировать нечего, встали назад, Ф5 сыграл ДНДЖ, признавая то, что никаких шансов на победу быть не может, взяти-взяти, шах, ушли, пешка защищена, шах, ушли, удали шах, и соперники согласились на ничью. Ну, двое другие партии, сыгранные в сегодняшнем туре, я показывать не буду вообще, потому что в них вообще ничего интересного не было, с точки зрения, так сказать, зрителя, болельщика, и подведу итоги вот этого самого четвертого тура. Итак, единственным результативным поединком оказался поединок, я не помню, еще с Алисой Ферунжой, очень интересный, важный, на мой взгляд, ну, если не для теории, но любопытный, скажем так. Ян не помню, еще выиграл. Дин Лежень пытался, пытался поставить какие-то проблемы перед Фабиано Каруаной, который сразу ушел в оборону, объективно, он так должен был поступить, на выходе из депута черные могли легко решить проблемы, ну, гораздо легче, чем в партии, не мучаться 40 с лишним ходов дополнительно. Рихард Рапот с Хикаром Нагоморой и Аншиштур Дуду с Сеймуром Ржавовым закончили свои партии без особых, так сказать, приключений в ничью, поэтому я их не показываю. И в результате, в результате, после четвертого тура снова у нас появился единоничный лидер, которым стал россиянин по пятой делят Хикаром Нагоморой, Аншиштур Дуду и Рихард Рапот, а что касается Али Резефиру Джи, то он съехал на дележ последнего места, и это последнее место он делит вместе с третьим фаворитом турнира 1 и Женем и Таймуром Раджаповым. Кто с кем встречается в пятом туре? Безусловно, в центре нашего внимания окажется поединок Хикаро Нагомора с Яном Непомничьим. Если Хикаро Нагомора выигрывает, то он догоняет Яна Непомничьего, сам Нагомора приподнимается, выходит рубеж плюс один и опускает на этот же самый рубеж Яна Непомничьего. Фавиана Курана играет с Рихардом Рапотом, а Рихард Рапот в полтиннике, он не в минусе, и в общем тоже может восприниматься как один из претендентов более-менее реальных в борьбе за лидерство, за победу в турнире, если вдруг у него пойдет игра. Что касается двух других поединков, Таймур Раджапова с Дином и Женем и Али Резефиру Джи с Яном Шиштом Дудом, то они может быть Дудой не находятся в эпицентре нашего внимания, хотя все-таки партия Феруджи с Дудой может оказаться весьма любопытной. Во-первых, Феруджа, конечно, мечтает отыграться, мечтает выиграть, выйти в полтинник, выйти из минуса, а Ян Шиштов Дуда может надеяться и сыграть на контратаке, ну и даже встречаясь с самим Али Резой Феруджой, одним из рейтингов фаворитов соревнования, но находящимся в не слишком хорошей форме, видимо, пока, во всяком случае, такие основания на основании его выступления основания на основании, извиняюсь, такие выводы на основании его выступления сделать можно, то есть Ян Шиштом Дуду может надеяться не только не проиграть, но и выиграть эту партию даже черными фигурами. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал тех, кто не сделал этого ранее, ну и, разумеется, играя в шахматы как очно, так и заочно обыгрывать своих соперников. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова